День с толком 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 одному из эпизодов. Якобы директор компании Александр Трепаков предложил ему деньги, чтобы получить акт итоговой проверки того самого газораспределительного пункта в советском районе. Размер ее, к слову, удивляет. Всего 40 тысяч рублей. Обвинение предъявили предполагаемому взяткам получателю. Началось разбирательство. Эксперт собрал немало доказательств абсурдности самого дела. Вот только доводы последнего никто не учел, их даже изучать не захотели, говорит Трепаков. Для чего давать взятку неуполномоченному лицу, которая никаких решений при строительстве и приемке сдачи объекта не принимает. И его участие здесь, оно исключается. Это подтверждают и документы от госинспекции и самой администрации советского района. Инспекция не имела полномочий контролировать этот объект и тем более выписывать какие-то акты. К слову, по прошествии этого судебного процесса обвиняемая сторона даже не увидела акт, за который якобы давала взятку. Но поскольку факт получения взятки инспектором подтвержден в суде, строймастеру выписали штраф в миллион рублей и запрет участвовать в торгах. А позже возбудили дело в отношении его директора. И снова, говорит Александр, ситуация абсурдная. На руках у строителя есть все документы, доказывающие то, что сама возможность подкупа нелепо, так как на этом объекте госинспекция отсутствовала в силу закона. Но следователи прислушиваться к доводам не сочли нужным, отказали в допросе свидетелей защиты и сразу передали дело в суд. Мужчина обескуражен. Говорит его история. Яркий пример того, что сделать виновным можно любого. Никто даже не выслушает. Если кто-то захотел, два человека сказали, да, это он. Я в принципе денег не давал. Не то, что как-то я к этому был привязан, я просто их не давал. Следователь не доказал передачу денег. Он просто закрыл дело и отдал в суд. Имея на руках неоспоримое доказательство невиновности, подтвержденное решением арбитражного суда и судебными экспертизами, говорит Александр Трепаков, ему может грозить уголовное наказание. Судебное заседание состоится уже в понедельник, 20 июля. Мы будем следить за развитием ситуации. Анастасия Дороган, Илья Халяпин. День с толком. С сегодняшнего дня автобусы пяти барнаульских маршрутов меняют схемы своего движения. Это связано с дорожными работами в ленточном Бару. Конкретнее на участке от Южного тракта до моста через Барнаулку. Поменяют движения 29 автобус, 51 и 55, а также 126 и 119. Правда, уточняют в мэрии, двигаться по другой схеме они будут в прямом направлении. В обратном все останется по-прежнему. Подробнее о маршрутах автобусах, которые ездят через шоссе Ленточный Бор, можно узнать на официальном сайте мэрии. Часовня на месте гибели Михаила Евдокимова разрушается. Общественники всерьез обеспокоены ее состоянием. При этом брать мемориал на свой баланс никто не торопится. Почему, выясняла Ирина Корчагина. Этим деревьям уже почти 15 лет. 47 березок. Именно 47 лет было Михаилу Евдокимову, когда его жизнь трагически и очень загадочно оборвалась. Мы находимся именно на том самом месте, роковой поворот на село Плешково, где все и произошло. Не только для нашего Алтайского края, для нашей страны таких людей не хватает. Вы жители Алтайского края, да? Нет, Новосибирского края. И тем не менее, все равно. Да, мы ездим практически каждый год. Спустя 15 лет после смерти тропа к народному губернатору не зарастает. После гибели Евдокимова анонимный меценат, впрочем, его личность многим известна, установил часовню Архангела Михаила. Не первый год общественники обращают внимание краевых властей на ее состояние. На часовне осыпается штукатурка, разрушаются колонны и плитка. Глядя на эти блеск и нищету, хочется напомнить, что вообще-то у нас каждый год с размахом и патриотично проходит фестиваль «Земляки» памяти Михаила Евдокимова. Вот такие мы земляки и потомки. В этом году на фестиваль «Земляки» выделили более 4 миллионов рублей президентского гранта. Некоторые мероприятия пройдут в онлайн-формате, часть в Верхобском, на родине заслуженного артиста. Формат мероприятий и о проведении, что это будет на стадионе, и что это будет массовое посещение, конечно же, мы не ведем речи. Но мы подготовили программу. Это будет на крыльце школы имени Михаила Сергеевича Евдокимова. У нас будет экран, у нас будет сцена. Понятно, почему даже в пандемию фестиваль не отменяют. Евдокимов был действительно народный любимец. Это кадры прощания с бывшим губернатором. На его похороны приехал сам Путин. В тот день на площадь Сахарова, по разным оценкам, пришло около 100 тысяч человек. Плачевное состояние мемориала, вероятно, беспокоит только обычных людей, которые за свой счет выращивают цветы и устраивают субботники. Провести реставрацию часовни, конечно, не в их силах. На свой баланс не может взять часовню из-за анальный район. Недавно в районе сломалась газонокосилка, нет денег даже на нее. Очевидно, что со сменой власти в регионе отношение к бывшему народному губернатору изменилось. Но пока это только танцы и пляски. Я прошлый год подходила к губернатору. Он говорит, хорошо, хорошо, Раиса Ивановна, мы этот вопрос рассмотрим. Но вот уже прошел год и полная тишина. Месяц назад я звонила в администрацию. Напишите письмо, в течение месяца мы рассмотрим. Я говорю, ну вы понимаете, это не ждет, не ждет уже. Недавно общественность добилась, чтобы именем Евдокимова назвали улицу в Барнауле. Правда, это далеко не центр. Улица Михаила Евдокимова появится в новом квартале на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной. Возможно, в скором времени власти обратят внимание и на часовню, потому что времени уже нет. Пылай по забокам смородина, Расистое утро пылай. Мой край для меня – это родина, А родина – это Алтай. Ирина Корчагина, Николай Шелко. День с толком. Сегодня в нашей стране свой профессиональный праздник отмечают этнографы, специалисты, изучающие народы. Как выяснилось, на Алтае проживает более 140 этносов, между которыми постоянно происходит культурный обмен. В чем это выражается, расскажет Екатерина Шахова. В крае проживает порядка 8 тысяч армян. Одна из наиболее многочисленных диаспор на Алтае. Радушный народ бережно хранит свои традиции и культуру. В Союзе армян, который существует в Барнауле вот уже 15 лет, по выходным, к примеру, проводит бесплатные занятия по родному языку. Здесь отмечают национальные праздники. Армяне говорят, проживая в России, полюбили нашу кухню. Но им особенно приятно, что популярность на Алтае снискали и их блюда, к примеру, тот же лаваш. Раньше, вот я здесь нахожусь с 1986 года, уже давно здесь живу. Но вот именно вот таких, как бы, специфических, например, продуктов не было раньше. В том числе и лаваша, и кинза. Почти на 400 человек больше, чем армян в крае казахов. Их традиционное блюдо, бешбармак, одно из основных в меню у жителей приграничных территорий региона. Впрочем, россияне позаимствовали у Казахстана не только еду, но и слова. Таких много слов. Тоже слово таможня. Тоже слово там, в русском языке слово деньги. Правильно, да? Выражаемся деньги. Это с казахского языка мы называем тенге. У трудолюбивых, чистоплотных, но и достаточно упрямых татар, коих в крае тоже немало, проживающие на Алтае заимствовали не только отдельные слова, блюда, но и праздники. К примеру, татарский сабантуй. Аналог нашей масленицы. Сабантуй уже не только собирает татар, но и собирается, в принципе, уже жители городов. Они уже традиционно спрашивают, когда будет сабантуй, а будет ли в этом, а где будет сабантуй. Мы хотим поучаствовать, потому что такой очень приятный, добрый, веселый праздник. Параллельно с культурным взаимообменом, который неизбежно происходит, когда несколько этносов проживают на одной территории, каждый народ всеми силами стремится сохранить свою идентичность. Сложнее всего это дается самым малочисленным, среди них кумандинцы. Несмотря на свою малочисленность, кумандинцы до настоящего момента сохранили многие элементы своей традиционной материальной и духовной культуры, а также частью и свою родную речь, и фольклор. И именно этот опыт сохранения и активное возрождение тоже привлекает общественность и внимание. По словам ученого, этнографическая карта нашего региона с годами особенно не меняется. Почти 94% населения в крае – русские. За последние годы в регионе отмечается падение темпов международной миграции. Но к нам все так же. По-прежнему приезжают казахи, киргизы, узбеки и уезжают немцы. Татьяна Голубева, Екатерина Шахова, Илья Халяпин. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok